Друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Вас приветствует Германия. Здравствуйте, здравствуйте все на планете Земля 21 века. Присоединяйтесь к нам в гости на Дель Экспо Эвенч. Все ребята дружненько 22 века. У многих может не быть и наша философия. Медленно, спокойно, не торопясь добраться до 22 века. Сегодня уже 15 октября. Хотим мы этого или нет, но, как говорится, уже половина осени пробежала, пролетела. Ждем нашего гостя. Сегодня у нас специфический гость, ребята. Очень специфический. У нас очень интереснейшая передача. И что интересно, ребята, ждем нашего гостя. По скромным названиям, Вилен Головко, артист больших и малых заслуженных театров. Здравствуйте, Вилен Головко. Привет. Спасибо. Вы сегодня по-дружески. Мне еще больше по-дружески. Спасибо. Очень приятно. Потому что чем больше встречаешься, тем больше людей понимаешь. Здравствуйте. Добрый вечер. И очень приятно, что вы выбрали ваше тяжелое время рабочее, творческое, еще один час, провести нашу вторую творческую встречу. Огромная благодарность. Время летит, Вилен, и хотим мы этого не хотим, сегодня уже 15 октября. То есть ровно половина осени отлетела. И время летит, и жизнь продолжается. Скажите, пожалуйста, у вас, как вы считаете, года сегодня проходят днями, неделями, месяцами, кварталями, или год раз и прошел? Ну, как-то время летит вообще. Просто летит. С возрастом, говорят, время замедляет. Я думаю, наверное, все-таки наоборот. Нет, время ускоряется, конечно же. А как его затормозить? Есть какие-то способы в этом плане? Ну, не знаю. Наверное, водки выпить. Я шучу. Хорошо. Не, ну почему бы нет, почему бы нет. Об этом мы еще поговорим немножко. Такой вопрос первый. Мор, скажите, пожалуйста, раньше говорили, что артисты выступают в цирке. Сегодня говорится, что это не только выступление, а многие говорят, что это шоу. Поправьте, пожалуйста, сегодняшнее правильное выражение, как оно выглядит. Сегодня это шоу, цирк, или все-таки это выступление с большим шоу? Я имею в виду конкретно о выступлении всего цирка на манеже в течение представления. Ну, в принципе, цирк всегда был шоу. Просто сейчас под шоу понимают различные эффекты. Световые, звуковые, какие-то сценически, чтобы зритель так вау и обалдел. И когда закончился, он только очухался. Раньше цирк был таким же, просто восприятие было более детское такое. То есть не было с чем было сравнивать. То есть цирк всегда был самым популярным искусством. Ну это да. А почему был? Сейчас нет. Сейчас бои без правил, ММА, по-моему, гораздо популярнее, чем цирк. Я не знаю. Но это, конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Но все-таки цирк и стирка. Это такая специфика. Если судить по российскому зрителю. Вы хотите сказать, что меньше ходят в цирк или что? Меньше, меньше. Серьезно? Но это связано еще и с тем, что платежеспособность людей уменьшилась. То есть как бы... Да? Да. Мы впрямую же зависим от стоимости билетов. А у вас цена в городах России одинаковая или она тоже немножко прыгает? Ну прыгает немножко. Но в принципе не такая большая. Потому что зритель не может заплатить те деньги, которые артист стоит на самом деле. Ну если брать по билетам, там же идет первый ряда до последнего, может быть ложь, лоджи как-то там. Как колеблется средняя цена в цирке? Вот если в среднюю взять. Сколько она стоит? Рублей может быть так вот. Сколько? Тысяча рублей. Тысяча рублей это получается где-то от 8 до 10 евро. Где-то вот примерно в этом варианте, да? Ага. Ну а представление идет также 2,5-3 часа, наверное, с перерывом я имею в виду. 2 часа с перерывом. Хорошо. Классический вопрос. По поводу желания летать. Насколько вам хочется сегодня летать? Я иду под манежем. Под куполом, но я иду в цирке. Хочется, потому что я это делал 25 лет. И конечно хочется опять ощутить это состояние. Но уже возраст не даст мне этого сделать. Ну а на купол залазите раньше ради интереса? Да не только ради интереса. Когда по техническим проблемам, конечно, залезаем. А как часто зала можете залезть на руках? Можете или нет? Или только по лестнице? Желательно по лестнице выжили. Желательно, да? Ну а ребята и так, и так, наверное, им спокойно сделали. Потому что я помню, у нас ребята, они были, они уголок делали всегда. И потом так аккуратненько, так красиво, так медленно перебирали. Это было вообще, конечно, зрелище. Ну это, конечно, профессионального артиста. Но сейчас очень много дворовых ребят, которые, конечно, показывают чудеса силы. Так называется, воркаут, по-моему. Да, да, да. Вот, так что сейчас не только цирк. А вот вы заговорили о дворах. Вот скажите, пожалуйста, вот часто, если брать генерацию цирков, вот у вас все-таки третья генерация. И огромное спасибо, кстати, вашему сыну Виле, также, что он нас состыковал с Корниловыми. Семейство уже четвертая генерация. И бабушка Корнилова побила рекорд в Инстаграме. В 94 года вышла в эфир. До этого принадлежал рекорд Агутину Николаю, папе Леонида. В 85 ему лет исполнился. В этом году бабушке Корниловой 94 года. Все-таки исторический момент побила рекорд. Огромное спасибо. И вот Корнилов Андрей сказал, что у него есть мечта, чтобы для слонов сделать не только, чтобы были выступления, и хороший парк. Вот такой классический вопрос. У нас очень много детских площадок, как вы заговорили. Или мальчишечек площадок, девчата. А почему там нельзя сделать, вот среди этих качелей, там всяких там спусков, там перепрыгивания, качалок и так далее, и так далее, сделать именно что-то похожее на маленький мини, мини какой манеж. Со всеми там сетками, чтобы пацаны, девчонки прыгали, кувыркались, падали, как говорится, в сетку. Это есть, это популярно во всем мире. У нас только один такой полет сейчас существует, любительский. Где люди просто приходят, платят деньги и залезают наверх. И как могут, так и качаются. Как могут, так и качаются. Они могут так же кувыркаться, то есть качаться, там друг друга перекидывать, такой возможность тоже есть. То есть такой мини, такой... Да, он, конечно, не такой, не такой большой полет, не много профессиональной циферации. Вот, но люди как бы радуются, радуются. То есть так же система, двое могут быть по краям, один немножко сбоку там чуть правее, левее кто как, и так же могут перепрыгивать, друг друга ловить, да? Такое есть. Да, конечно. Ну, я не знал, но это интересно. Нет, давно уже. Ага, интересно. У нас такого нет, я такого не видел. Они делают такие, то есть только батуты какие-то там. Где-то на берегу моря, где-то ставят, сто процентов. Ну, ни разу я не видел. Вот именно все, что похоже именно на такой мини-манеж, ставят все понемножку, спортивное. Нет, это полет. Воздушный полет. Трапеция, сетка. Такое есть. Ну, наверное, может быть, я не попадал. Скажите, пожалуйста, Билен, вы застали ли вы, или вы только слышали о Юткевича, или нет? Кто такой был Юткевич для вас, или для вашего папы, и для вас так же? Не знаю такого. Окей, хорошо. Говорят, есть, нет трюков легких и нет тяжелых. Есть ли это, правильно ли это, или нет? Тем более, в вашей профессии, воздушного акробата. Есть трюки, которые человек умеет делать, и есть трюки, которые не умеют делать. Другой вопрос. Чем они отличаются, легкие или тяжелые, от скорости обучения этому трюку? Один трюк учить быстро делать, а другой нужно учиться долго делать. Это, наверное, от человека зависит, так же, как и все остальное. Один учит быстрее, один медленнее. Ну, не только. Сложность трюка требует большего времени. А вот скажите, пожалуйста, когда вот наверху уже все ребята уже готовы, начинается представление, все по своим местам, в течение времени, там, месяцами, когда проходит этот трюк, вы проходите по всем городам, странам, насколько ребята меняются местами? Такое тоже у вас есть? Или только всегда каждый на своем месте? Каждый на своем месте. Есть случаи болезни, там, не да бог. В случае болезни существует взаимозаменяемость людей. То есть это и есть, да? Да, ну, конечно, артист, который исполняет один или два трюка во время представления, у него в багаже еще несколько трюков, которые он может также исполнить. И если кто-то заболел или травмировался, то другие берут на себя нагрузку. Ну, хорошо. Спасибо. Говорят, глупых вопросов не бывает. Бывают те вопросы, которые мы задаем. Они могут быть смешными, непонятными, детскими, для вас они профессиональными. Такой вопрос по поводу, как выйдет человек, то есть мастер высшего пилотажа на манеж. Он проверяется как-то по здоровью, как летчики? На дыхание, какое-то дыхалка, там, что-то такое, давление. Такое тоже есть или нет? Ну, это нет. Нет. В цирках у нас, в России, в цирках присутствуют врачи. Это да. Не, ну, врач это врач, а именно перед выступлением сам. Нервозитет какой-то там может быть. Малые не проверяются ни у кого. Они просто выходят и делают свою работу. И, как бы, в любом состоянии обязаны ее сделать. И с температурой, если это возможно, конечно. Ну, насколько он сам себя чувствует, да? И не травмами. Тоже приходится выходить и работать. Вот. Задача вышла, отработал. Потому что зритель купил билеты. Как это? Не банально, но это так. Это так, да. Такой интересный вопрос. Я сегодня ехал в машине, думал немножко о вашем интервью. И вот я перебирал как-то сказки. И никак не мог какую-то сказку... Про цирка много сказок, я согласен. А вот именно про воздушных акробатов. Вот такой специфический, какой-то с юморинкой, серьезной наметкой. Я что-то никак не вспомнил. Я не знаю, есть ли такое, или вы тоже не можете вспомнить? Нет. Есть. Гениальный цирк. Гениальный фильм про цирк. Называется «Трапиз». Американский. Ну, это кино, да. Ну, вот это, по-моему, единственное, что более-менее отражает суть нашей работы, так скажем. Но мультика нету, да? Вот, кстати, бизнес-идея хорошая. Продумать вариант. Мультик. Очень хороший, такой интересный. Многосерий не сделал, там, 4-5 серий, такой стратегический. Там, с пацанов начать, что-нибудь такое. Меня запишите там проценты на всех случаях. Я не откажусь. Хорошо. По поводу представления «Белого журавля» много говорилось и говорится и будет говориться. По поводу такого выражения «Кулак белого журавля» снят какой-то фильм. И ваше участие там было косвенно или какое-либо? Что это такое, скажите, пожалуйста, «Кулак белого журавля». «Кулак белого журавля» – это древнее китайское направление боевого искусства. Так называется. Называется «Кулак белого журавля». Вы уже про него слышали, значит, вы уже знаете, о чем вы спрашиваете. Очень поверхностно, очень поверхностно. Я скажу, какое я отношение к этому имею. Я не тренируюсь «Кулак белого журавля». То есть это боевой вид? Вот. Но мы попытались провести аналогию между журавлями в полете, подготовкой мастов и вообще сосредоточения и такой медитации в движении и древнего китайского искусства. И у нас там нашлось очень много общего. И приезжали ребята «Кулак белого журавля». Мы как раз в Китае находились, и сделали такой фильм. Ну, это как бы первую часть фильма. О том, насколько вот есть у нас ребята, которые и «Кулак белого журавля» практикуют, в том числе и мой сын, и летают в полете. Насколько это совмещается, получается? Или это идет просто, когда вот смотришь полет журавля, я здесь смотрю видео, как они летают плавно, летают ребята, перекидывают друг друга. То есть получается здесь действительно как полет идет. Но это же боевое искусство. Здесь просто идет, наверное, просто показ, позы, позы и драки полета журавля. Или что-то я неправильно понимаю. Нет, там «Кулак белого журавля» – это просто направление. А, понятно. На самом деле, то есть, просто, ну, так совпало, что, ну, могло бы быть и «Кулак желтого тигра», например, ну, все могу. Ну, тоже, да, да. Я только, я только единственное успел прочитать, что очень-очень серьезная, какая-то сложная дорожка в боевом искусстве. Больше я ничего об этом не знаю. Я думаю, вас прошу, и хорошо, что вы мне объяснили. Спасибо. Это сложная, очень сложная дорожка. Дорожка на всю жизнь, в отличие от воздушного полета на трапеции. Это дорожка на всю жизнь. И вот я своему сыну всегда говорю, не только не бросай. Бросай все, что угодно. Но «Кулак белого журавля» – не бросай. Это путь жизни. Хорошо. Путь жизни, вот, сам налетался уже. Теперь вот обучаем молодежь. Спасибо. Огромное спасибо, Велин. Такой вопрос. Если вы сказали, а сегодня сейчас мы подойдем, пару вопросов я вам задам. Говорят, что фамилия Головко – легенда. Если вас так называют, и называют ли вас вообще, и как вы к этому относитесь? И как вы ухмыльнетесь, что такое легенда для вас, вы ли все считаете ей легендой в наших поколениях? Легенда, таких легенд у нас очень много. Легенда – это все-таки имеется в виду, что-то такое более уникальное, да? У вас уникальный номер, мировой. Да, есть другие уникальные номера, и другие мастера в других жанрах, и тоже легенды их можно назвать. Нет, я беру именно ваши жанры. Я беру именно ваш жанр. Я не беру побочные жанры сбоку, какие-то либо именно ваши жанры. Ваши именно жанры. Единственная легенда в воздушном полете – это Леотар. Такой французский. Который придумал этот жанр. А, нет, я не слышал. Пару слов можно рассказать немножко? В 19 веке. Вот, даже так. Да, и оттуда уже пошел полет развиваться. Но первый, первый, как бы, толчок сделал он. Он первый перелетел с трапеции на трапецию. Тогда даже еще не над сеткой, а по мостам просто. Публика ему аплодировала. И вот этот номер стал пользоваться успехом. И он начал его выступать. Зарабатывать на хлеб насущный. А потом подхватили его соратники, стали увели его сложнять. И мы тоже подхватили эту эстафету. Мы усложняем дальше. Развиваем технику исполнения. Изобретаем аппаратуру. После нас будут следующие. Так что, ну, легенда в Леотар. Понятно. Спасибо. Если вы говорили о сыне, пару слов я спрошу. Я очень аккуратно подхожу к каждой семье. И всегда сразу говорю, если есть желание, отвечайте. Если нет, просто проходим дальше. Хорошо? Хорошо. Вопрос в двух позициях. В домашней, то есть семейной обстановке, и в рабочей, как говорится, в цирке. Как вас называет сын? Папа, батя, отец? Папа, батя. И в так, и так, и в той ситуации? Когда как. По-разному. То есть это зависит от того, у кого настроение или как подходит. Наверное. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Такой вопрос. Детство, юношество сегодняшнего. Насколько вы когда-то работали? Ну, было увлечение с чаками работать, ножи кидать, сфехтоваться. У вас такое было? Есть? Не осталось? Конечно, было. Конечно, я же не знаю. А что было именно? Ножи кидали, что фехтовались или что? А, играться и... Чего только не было, так скажем. Понятно. Легче назвать, чего не было, наверное, да? Это будет точнее. А что вы больше любите? Рыбалку или охоту? Или то и другое? Я не охочусь. Не охотитесь? Нет. А рыбалка? Ну, иногда для развлечения, но я не больной рыбак. Это так. То есть, это так? Я совершенно не переживаю. Природа, речки там. Это врача. Это рыба. Вопрос по поводу цирка. Когда все ваши ребята, и вы когда-то были наверху. Я заметил, что если они по краям стоят, и отсюда прыгает акробат, раскачивается, то человек, который находится по середине, он не на самой середине, а сдвинут влево. Я посмотрел во многих представлениях, на многих видео, и всегда он немножко левее. Может быть, правее, но почему не по середине? Это закон геометрии какой-то, математики? Как это все происходит? Или это просто ваша стратегия? Так удобно может быть с ребятами? Или выработанная уже? Я просто не понял вопрос. Что там левее? Смотрите, ребята стоят по краям. То есть этот стоит ногами перекинутый, держится обратными ногами за коленки, он качается. Правильно? Этот берет разгон, прыгает, и у них, получается, они в разные стороны расходят. Да. И когда кто-то, кого-то подкидывают выше, то есть ребята, которые стоят по середине, они стоят не на сеть и так, а вот еще ребята, они стоят не по середине, а они левее сдвинуты. Я понял. Почему он левее? Или это вот мой вопрос? Дело в том, что вы смотрите на то, кто стоит, а если смотреть на то, кто летает, то он как раз находится по середине. Да, 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 да. Это да. Так и середина и вымеряется, потому что у аппарата полета есть определенная точная дистанция, которая вымеряется до сантиметра, и вот как выглядит это, так вот у нас уже и поставлено. Вы знаете, простому человеку мне тяжело вымереть, как это идет по сантиметрам. Это идет на глаз, это кидается, то есть я имею в виду сначала еще внизу на манеже. Это же не просто так, залезли и стали друг друга перекидывать по чувству ритма, по чувству качания. Это же как-то по-другому должно быть, более точнее должно быть высчитано. Как это высчитывается? Чувством или все-таки какие-то математические раскаты? Рулетки, в которых мы замеряем точную дистанцию. А, видите, все-таки вот это, до миллиметра это должно быть сами, да? По точной совершенно схеме, всем размерам. Спасибо. По поводу сооружения вашей всей конструкции, правильно ли я понимаю, что вы также ее сами, то есть не вы, а именно вся команда собирает ее? То есть это получается эффект, как друг к другу заворачивают парашют. Или это не совсем так? Все вместе, конечно, вся аппаратура собирается, подвешивается, устанавливается, закрепляется. Все делают сами артисты. У нас. Да-да. Параллельные люди не замешиваются в это дело. Или замешиваются, но перепроверяются. Это физическая помощь, мы можем кого-то пригласить. А так все делаем сами. Сколько вам машин надо перевозить в ваше оборудование, большие трейлеры, наверное, какие-то траки у вас или нет? Нет, нет. Нам достаточно. Компактно все. Средние машины, да. Понятно. Сколько сейчас человек в номере у вас? О, сейчас так у нас. Виле сейчас сын. В Воронеже репетирует, потому что представление не дает, но они репетируют каждый день. Он говорил, да, мы созванивали, да. В Виле 15 человек. Так, в Китае работает еще человек 15. И столько же еще репетирует молодежь в Москве. Молодежь. Молодежь, вы имеете в следующее, получается, поколение. Так это или как? А почему два коллектива? Один в Воронеже, а еще один в Китае? Это тоже наши ребята или перемешанные там публика? Это еще одна команда у нас. А, это одна и та же команда. Одна команда журавлей. Ну, один и тот же номер они бомбардировали, да? Правильно я понимаю? Немножко разные. Да, номер расширенный. Там не одна линия, а тройной полет идет. Виле идет по классике. А, более, да, такое? По классике. У него главное то, что есть у него, это качество исполнения, это чистота исполнения, это артистизм, пластика. Это на первом месте полет в Воронежский. Да. Вот. В Китае там идет чес без выходных. Им там не до этого. Там некогда отдыхать, да? Там, наверное, полно вперед. Просто выступают, и выступают, и выступают. Даже порепетировать некогда. Ну, давай так. С молодежью хорошо в Москве. У нас репетиция с 6 утра где-то до 9 до 10 часов. Ну, это серьезно. Вот с 6 до 9 до 10 мы репетируем каждый день. Вообще, как в китайских монастырях со спортом занимаются, да? С утра до раньше. И просто отдыхают. Окей. Про цирк говорят, что эта генерация как гильдия. Слово гильдия, что это означает в вашем понимании? И действительно правильно или не совсем правильное название по генерацию семьи, которая занимается каким-либо цирковым искусством из поколения в поколение. То есть семья, да? Генерация, да. Идет генерация. Какая-то генерация? Ну, династия. Ее называют... Династия, да. А, пардон. Династия. Спасибо. Спасибо. Династия. Ее часто называют гильдия. Правильно это название или нет? Я думаю, что гильдия это немножко что-то другое. Ну, почему-то есть гильдия цирка России, гильдия цирка бывшего Советского Союза, что-то такое. Вы не в курсе, что это такое? Была гильдия, только она всплыла, как бы говорить. У нас была гильдия артистов цирка. Я вообще не искушен в этих словах. Нет, ну, я тоже. Я просто у вас хотел спросить, что это такое. Я бы хотел сказать, гильдия это вот так, так и так. Я не могу. Хорошо. Ну, нахер, просто... У нас цирки должна быть гильдия. Вот собрались артисты, сказали, а мы гильдия. Вот они посидели, покричали друг на друга несколько лет, и потом гильдии не стало. Не на кого кричать, а переорали все. Один, один. Как были, так они и есть. Кстати, перекричали друг на друга. Ну, понятно, что любой коллектив, неважно там коллектив 2, 3, 4, 5, 10 человек, везде какие-то трения есть. Вот теперь подскажите, пожалуйста, нюансы. Трения доходят до любых взрывов, там каких эмоциональных, там ля-ля-ля, тря-ля, может быть все, что угодно. В этом плане я сравнил цирковое искусство или артистов цирковых с музыкантами. Вам драться можно между собой для того, чтобы вы выписываетесь, как говорится, свои, как говорится, энергию наружу друг на друга, если что-то не делили, не делили годами и вдруг взорвалось. Музыкантам нельзя, так как пальцы нельзя колотить, мы только напиваемся. В чем здесь прелесть, кого у кого, какая в этом отношении лучшая ситуация? Скажите, пожалуйста. В цирке тоже нельзя драться. Это понятно. Это я беру, я беру такой исключительный вариант в неплохом направлении, ни в коем случае. Я к чему говорю, что нельзя драться, потому что это в любом случае травма. Конечно, да. Прежде всего, это непрофессионально. Это да, это да. Это позволяет драться со своими партнерами. Но я не имел в виду на кулаках, я не это имел в виду. А, ругаться просто? Да, да, ну ругань, то есть у вас идет ругань, там неважно, из-за чего там, ну неважно, какой день пошел, ругань такая, что там цирк переворачивается от этих всех слов, там, я сказал в кавычках кулаках, что цирк переворачивается так, что он такие слов никогда больше не услышит, а не увидит, понимаете, я это имел в виду. Все это заканчивается, как только открывается занавес. Тема заканчивается, да? Какая бы она ни была, тяжелая и плохая между людьми, как только, если они работают вместе, занавес открылся, и все, они идут, они уже в другом состоянии находятся. То есть, они просто как будто переворачивают, как будто выключатель-включатель, да? В состоянии сознания. А когда они обратно уходят с манежа после аплодисмента, там может все опять начаться. То есть, это нормальное явление, да? Бывает такое. Хорошо. Такой очень стратегический вопрос я вам задам. Вы также можете ответить, может нет. Я знаю только одного музыканта, это Поль Маккартни из Битлз, который стал первым миллиардером, то есть, он не только музыкант. Как музыкант, я бы не сказал, что он в высшей категории, но бизнесмен он сильнейший, человек стал первым музыкантом миллиардером. Есть ли такой циркач, неважно в какой отрасли, который стал тоже миллиардером? Скажите, пожалуйста. Ну, я только одного такого знаю. Расскажите. Это человек, основатель цирка Дюссалей. А, да? Все-таки они, да? Гила Лаберте, да. Все-таки это они. Ну, там-то, конечно, интересно. Вот он играл на гармошке на улице и жонглировал. Вы с ним знакомы? Знакомы были вы с ним? Да, конечно. Мы были знакомы как раз от цирки Салей и полет журавлей, флайн-крейнс, как бы, они начинались почти одновременно. Да вы что? Да, родились практически одновременно. Интересно. Да и, наверное, бы и если бы не перестройка, которая случилась в стране в России, если бы не вот это вот падение. Никуда, да? Да. то неизвестно, кто бы из нас двоих был бы выше по уровню развития. Да, да, да. Там на Западе никого не трясло. Здесь все было ровно, да, понятно. Я поднялся очень хорошо. За что я рад за него, я очень люблю этих людей, этот цирк. Это как бы... Вот. А журавли провалились в яму перестройки. Это, наверное, середина 90-х была как раз, да? Они начали оттуда вылезать очень медленно, медленно. Но мы сотрудничали с цирком Дюрсалей всегда. Ну, это великолепно. Как сейчас, сейчас связи остались хорошие, так же? Да, хорошие отношения. Правда, мы мало видимся. Ну, понятно. По загруженности понятно. У меня отношения к самой доброй цирке Дюрсалей. Я очень расстроился, что они сейчас закрыли себя. То есть, практически сейчас цирк Дюрсалей не существует. Но я верю, что очень скоро они возобновят свою работу, свою жизнь. Ну, это специфическая, очень интересная линия. Мне довелось посмотреть уже. Ведь меня очень тяжело удивить, очень. Но они меня удивили. Очень удивили. Очень-очень. Просто не верится просто. Эти два часа просто вот действительно, как в сказке какой-то находишься. Где, что, откуда, как, куда, тут летят, там уже прилетели, там улетели, там кто-то исчез. Это все так, это без остановки. Когда кроме того, что они делали цирковое искусство и развивали его, они вели очень правильный менеджмент и очень правильно вели бизнес. Потому что традиция Канады, Америки, она более развита. Традиция ведения бизнеса и шоу-бизнеса. В Советской Союзе этого понятия не было. А сейчас как? Сейчас сейчас есть. Ну, вот у вас в цирке, допустим, отдел специальный есть, который занимается именно конкретно маркетингом, бизнесом. Конечно, все это есть, но уровень развития другой. Но это другое дело. Все к всему свое время. со школьником 10-го класса или там со школьником 5-го класса и студентом 5-го курса университета, да, допустим? Они тоже когда-то были студентами, все делается спокойно, не торопясь, но постепенно. Столетние, а даже больше. Поэтому они как бы в этой ситуации поднялись. Ну, ничего. Все-таки главное для меня лично. Для меня важно искусство. Это да. Я работаю из других. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо, Велин. Такое тогда от искусства перейдем таким премиальным премиум финансового варианта. В 1995 году в Монте-Карло вам внушили золотой приз. Монте-Карло 1995 год. Все на ура, все кричат, гастроли там туда-сюда, газеты, телевидение шумят. Секрет ли это сейчас сказать, сколько это было тогда в валюте? Скажите, пожалуйста, на группу сколько тогда было заработано, когда было присвоено именно приз Монте-Карло золотой? Объясним. Значит, во-первых, как это происходило, да? В Монте-Карло там больших призов не дается. Туда съезжаются люди показать себя, посоревноваться, но там нет больших денежных призов. В этом заключается. Большие это понятия растяжимые тоже большие, для кого-то небольшие, для кого-то очень большие. Я помню, что нам дали, вот ребятам заплатили 30 тысяч долларов за то, что они отработали там 3 или 4 представления. Это ребят там всем на всю команду, да? На нас на всех, да. Ну, 95-й год 30 тысяч долларов это тоже, если учитывать тогдашний Советский Союз, это сумасшедший или уже Россию тогда. Это очень большие деньги 30 тысяч долларов. А если учитывать, что мы до этого 3 года проработали в Америке нон-стоп, то для нас эти 30 тысяч они были не так важны. А как там платилось в Америке, если не секрет? Ну, мы вы... или за конкретную программу от и до недельный, месяц или как там? Мы объездили все города Америки. 3 года. Я Америку знаю больше, чем Россию. Потому что мы колесили по ней несколько лет. Вот. И потом еще с Рим разу 6 лет и сколесили. Поэтому Америка прямо дом родной. Она вам так надоела, что вы решили все-таки уехать в родные края, да? Нет, там просто скучно. Там дело в том, что там хорошо приезжать на выступления, там хорошо участвовать в каких-то представлениях. Но там невозможно создать ничего. Это да. Там тяжело, хотя говорят, что страна открыта их всех нюансов. Если я оптируюсь на создании каких-то номеров, то делать это лучше. В России можно в Китае, а в Америку приезжать уже с готовым продуктом. Тогда пойдет, да? Да. Насколько Китай сейчас конкурентно способный, насколько может быть конкурентно способный с русскими артистами цирка? В данном случае даже брать воздушных акробатов, насколько они тоже там кузнечики прыгают еще как. Насколько конкурентно способны китайцы или наоборот вы им конкурентно способны? Ну, в разных жанрах кто-то наши впереди, где-то китайцы впереди. Ну, это нормально. У них своя традиция цирковая, у нас своя. Понятно. То есть, у каждого в принципе в этом плане немножко впереди, немножко вззади, да? Ну, а цирка вот как раз китайские и российские, они как бы впереди планеты всей, потому что их финансирует государство. А китайцев сейчас финансируют, наших тоже уже начинают опять финансировать, то есть пытаться развивать цирковое искусство опять после такого глубокого провала. Это этим занимается наши государственные цирки, Папашного цирка Никулина и самая главная государственная цирковая компания, которой 30 с лишним цирков. Вот она получит субсидии от государства для того, чтобы создавать новые номера, новые программы. Вы сейчас говорите о цирке России, что 30 цирков под одним компаком находятся, под одной крышей. Да? Это хорошо. То есть, там все самые крутые цирки, которые были, они под одной крышей сейчас сидят, находятся, извините, находятся, и там уже идет регулировка. Правильно я понимаю, да? Ну да, цирки стоят по крупным городам, по всей России, и там проходит представление. Естественно, в каждом цирке есть своя программа. Ну естественно, да, чтобы она была поинтереснее, да. Программы принадлежат Росгосцирку, но они двигаются по маршруту, приезжают в каждый город, показывают свое выступление, программу. Да. Ясно. О театре спорта 2010 года, который был организован, пару слов, скажите, пожалуйста, театр спорта или театр акробатического, хорографического театра, как это правильно назвать, что это такое? Скажу. Значит, идея создания театра спорта, она была очень давно. с позиции бизнеса это был уход от конкуренции, то есть создание уникального театра, чтобы его никто не называл цирком, потому что цирков много, да? Да, ну конечно, да. Спорт, он один. И мы начали эти эксперименты. Естественно, слово театр, значит, требуется совсем другой подход. Артистический более, да, наверное? Да, вот мы начали свои эксперименты, конечно, там цирковые элементы тоже есть, были и будут, вот, но театральная составляющая, хореографическая составляющая тоже стоит на первом месте. А потом уже начинаем подгонять трюки под эту составляющую. Потом ведь, почему театр спорта? Ведь каждый спортсмен, он в течение многих лет достигает какого-то уровня совершенства в своем виде спорта. Спорты бывают разные, какие-то они видовые, какие-то нет. Мы берем те виды спорта, которые можно показать на сцене, и потом эти виды спортсменов обучаем актерское мастерство хореографии и их навыки, которые они как спортсмены имеют, мы приводим в их характер, в сюжет спектакля и такой интересный симбиоз получается. Я думаю интересный, там комедии хватает, наверное. Ну, там и комедии хватает, и трагедия тоже. Кого легче сделать, из спортсмена, циркача, артиста, или наоборот, по вашему мнению? Ну, всегда мы делаем, мы спортсмены, как бы спортсмены приходят к нам с разными мыслями, одни приходят, ну, ладно, спорт я достиг, ну, ладно, сейчас в цирке немножко там подрыгиваемся, да? Цирка, это не серьезно. Другие, наоборот, если приходят серьезно, то они получают дополнительное образование, как гимнасты, например, да? Да, да, да. Вот сейчас у меня, например, репетирует, я не говорю, тренируется, я уже по цирковому говорю, репетирует. Чемпион мира спортивный, да? Это кто? Вот, и это кто? фамилия? Парня как зовут, да, парня? Его зовут Акип, он из Казахстана, это член сборной Казахстана, олимпийской сборной Казахстана, вот один из них, это можно долго говорить, их много, ну, да, я понимаю, как пример, вот, и он уже, сколько, наверное, полгода репетирует, да, и он для себя открыл многие интересные моменты, которые, будучи чемпионом мира, он не знал, чем гимнастическое спество, вот, а когда он у нас полгода порепетировал, а потом вынужден был поехать в Казахстан, так, пришел в спортивный зал, он свою программу чемпиона мира без разминки исполнил, тренера обалдели, они не ожидают, да вы что? он полгода не занимался гимнастикой, можно сказать, да, спортивной гимнастикой, интересно, и он, ну, есть такое, то есть наша подготовка, она, она дает, дает дополнительное развитие гимнастикой, ну, я думаю, пошире дает возможности, да, широту делать, они все-таки в гимнастике немножко заужены, так, направления, а здесь широта фантазии, всего, какие-то новые моменты, которые мы идут на пользу, на самом деле, вот так сказали бы, ну, сами для себя открывают, получается, ну, да, конечно, конечно, Вилен, скажите, пожалуйста, разница между театром спорта и центром циркового искусства, какой это есть, или это почти одно и то же, или одно и то же? Театр спорта и цирка? Центра циркового искусства, вы являетесь также директором центра циркового искусства, и какая это разница, или это одно и то же? Нет, это совершенно две разные вещи. Я сейчас... Расскажите пару слов, пожалуйста. ...художественным руководителем, ну, таким арт-директором, так сказать, а не директором, как... Поправляйте, поправляйте. Я что услышал, сказал, я не считаю, что поправите или исправите, или это скажете, это неправда. Там я занимаюсь чисто развитием циркового искусства. Угу. Это филиал Росгосцирка, который направляет, ну, как бы, спонсирует и направляет создание различных номеров для нужд Росгосцирка. И я здесь работаю, как бы, стараюсь как можно лучше сделать так, чтобы в Росгосцирке были номера хорошие. А театр спорта, это, это другой проект. Он, кстати, сейчас у нас немножко подзавис. ну, это катаж, как и все остальное. Понятно. Набирайте силы, энергии набирайте. Театр спорта, он не имеет каких-либо финансовых вливаний. А, даже так, да? Это нон-профит организация, да? А, понятно. Вот. И мы-то рассчитывали, что будем помогать спортсменам адаптироваться после окончания спортивной деятельности. Так, это важно, да, это важный такой нюанс. И одна из причин открытия театра спорта не только самый творческий момент был, это был момент еще и социальный. Вот, но не до нас было в Министерстве спорта. Не до нас. Хорошо, если уже не до вас в Министерстве, скажите, пожалуйста, такие руководящие посты, которые имеются в Министерствах и так далее, говорят, что во всем мире это везде одинаково, там сидят абсолютно случайные люди. Во всем мире это одинаково. Насколько вы со мной согласитесь, не согласитесь или частично? Я согласен, что там сидят случайные люди и все, а дальше уже зависит от самих этих случайных людей. От случайностей, да? Случайными быть там и 10, и 20 лет, а могут вдруг через какое-то время вникнуть в эту ситуацию, понять то, чем они занимаются. И уже на пенсию, да? Не, и стать не случайными, а наоборот. Это зависит от людей. каждый по-разному идет по ступенькам наверх. Каждый для себя на самом деле. Кто-то хочет лучше, а кто-то просто набирает себе силу, возможность чего-то защитить для себя, а то, чем он занимается, его не особо интересует. Ну хорошо, если брать финансовый вариант, все-таки цирк это не та отрасль, не та дорога карьеры финансовой. Я вот не могу понять, я не могу поверить, что люди идут в цирк из-за финансовой карьеры. Музыку, да, согласен, чем-то еще заниматься. Те же там шашлыки на углу жарить, там в деньгах больше в голове, чем именно творчество цирка, потому что человек же приговаривает себя к этому замку. Он не стучится туда, здравствуйте, может зайти, он сам заходит и себе дает внутренний приговор, я остаюсь навсегда. И это же тяжело покинуть, это же, я не знаю, это между смертью и жизнью скорее всего это будет. То есть человек сам себя приговаривает к этому не ради денег. Ну в принципе в хорошем смысле да, это так. Финансовый вариант играет, это понятно, это уже далекая такая за спиной это все понятно, жена, дети, гнуки, жизнь бежит, кушать надо каждый день. Именно на первом месте стоит именно стратегия, это именно мой номер, слава этого номера, я наверху и дальше без остановки идти все дальше, дальше и дальше. Постепенно начинают любить эту профессию, потом она становится неотъемлемой частью их жизни. И в любом состоянии и за любую зарплату они готовы это исполнять, ну а наши бизнесмены этим пользуются, так скажем. Это везде так, это везде, это во всем мире одинаково, понимаете, это везде во всем мире одинаково, поэтому нужно всегда в команде или в группе какой-то иметь человека, который действительно разбирается в математике, чтобы он понимал, что когда ему говорят 2 плюс 2 умножить на 2 никогда не будет 8, а будет всегда 6, надо реально смотреть на эти вещи. вопрос такой спортивно-циркового характера, очень многие тренера своим спортсменам ну как бы укоряют их, говорят, вот если не будешь спортом правильно заниматься, дурака валять, в цирк пойдешь. Что по этому поводу скажете? Ну, на самом деле для тренеров это болезненный вопрос, конечно. Да-да, это очень, очень такой, как нож. 15 лет человеку вкладывают свое здоровье, нервы, а потом этот парень берет и уходит в цирк. Поэтому тренера делают хитрый ход. Подколку, да? Да, хитрый ход. На самом деле, и это срабатывает, да? Да, но те, кто приходят в цирк из спорта, без случаев не жалеют, что они пришли. Понятно. Хорошо. Классический вопрос. Подсказывайте, насколько правда это было или нет, или правда, или действительно так было, или частично. Говорят, был такой момент, когда вы действительно с настоящим медведем распили бутылки водки. Было. Что-то вы так задумались. Так серьезно. Ясно. рассказывайте. Хочу понять, информация у вас. Медведь позвонил. Он еще. Понятно. Рассказывайте как-то. Где-то на нее то серьезно было? Было, да. Ну, моменты можно, пожалуйста, если вспомните. Так веселились всем номером, танцевали на улице. Это было в тульском цирке. В тульском? Да. Я как-то устал. Взял бутылку, стаканчик, зашел в медвежатник, облокотился на клетку. Я даже не думал, что там кто-то сидит. А, даже так, да? Да. Ну, сижу, что-то так задумался. И тут такая, по плечу, лапа такая. Смотрю, морда вылезла через решетку. Ну, я ему налил полстакана и себе налил полстакана. Вы бы понимали, что это медведь, или вы на автомате просто бодали? Я бы понимал, что это медведь, конечно. Кто там был? Ну, я же не знаю, в каком состоянии вы зашли. Может, уже в медвежьем. Нет, это... Было такое, было. Так, и что, медведь взял и выпил, что ли? Ну, он выпил, да, с удовольствием пил. Серьезно, что ли? Больше, чем я. Не, ну, я могу понять, обезьяна может выпить. Понимаете, он действительно, да, ну да, он же держит соску тоже, понятно, когда держит бутылку. Купы свои вытянут, он прямо стакан и налил. Я же ему в лапы стакан не давал. Ну, я ему так. Ну, ладно, водку он выпил. Какая водка была, не помните название? Водка называлась журавли. Это исторический момент, вообще, сейчас тогда надо записать, что любитель, то есть, медведи любят только журавли, медвенную водку. Понимаете, это же все-таки такой же, тоже бренд один. Ну, это был какой год-то, наверное, 93-й, что ли, вот так вот. А год назад в городе Тверь в цирке я встретил номер дрессированных медведей, с которым мы тогда вот в Туле были. Серьезно? Да. И 95-е, ну, сколько прошло? Ну, 15 лет уже, да, 15 лет. А, 25 уже. Ну, где около 25 лет. Я говорю, а где мой друг-то, собутыльник, у дрессировщика? Ага. Он говорит, пойдем покажу. И вот мы зашли, он лежит уже очень старый, полупарализованный. Старенький, да? Да, вообще голову не поднимает. И, думаю, были же в Туле времена, да, наверное? Да, да, да. Я говорю, ну что, дружбан, вот так вот бывает. Все мы там... Жизнь бежит, жизнь бежит потихонечку, да, да, да. Не, ну, это такой специфический момент, я тем более выпил водку журавли, то есть водка журавли была, и сейчас ее нет, или есть она еще? Ну, есть, есть. Серьезно? Есть водка журавли тоже? Да, да. Так, ну все, хорошо, все, записали тоже ручкой, все, с вас, с вас ваши мальчики хитрые, пару бутылочек ваших журавлей. Если будем распевать, то только без медведей, где-нибудь. Хорошо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, сегодня такая жизнь о том, что надо в любом случае расслабляться, вот ходить куда-то. Что в этом плане вас расслабляет? Горы, прогулка, по городу, что-то читаете, пишете, чтобы немножко отвлечься, есть такое, или вы постоянно, все-таки действие в работе, постоянно все это движется? Выходные дни я люблю, и делаю это каждую субботу, это баня. То есть это конкретно, то есть баня, русская баня, как положено, да? Баня, да, завариваю полы, чтобы... Это где-нибудь вне города, да, наверное, я понимаю? Да, в лесу, да, и люблю готовить на огне. А что именно? Ну, мясо, обычно рыбу, там что-нибудь, разные блюда изобретаю, кормлю своих близких, друзей, это оттягивает, оттягивает. У вас собаки есть? И собаки, кошки есть. А, и то, и другое, да? Как они дружно живут? И они живут, кошки живут в городе, на квартире. Понятно. Так. Сейчас разделение труда немножко. Хорошо. По поводу артистов, скажите, пожалуйста, такой момент, сегодняшний, я не знаю, раньше это было или нет, но сегодняшний, насколько артисты цирка вообще застрахованы? То есть я думаю, как музыканты могут застраховать свой голос, свои пальцы какие-то, классические? Как в этом плане выглядит с артистами цирка? Ну, сравним, да, с цирком Дюссалей? Да. Значит, в цирке Дюссалей артист застрахован 100%. И если человек травмировался, то его лечат, его обеспечивают тем остальным, пока он не восстановится. Если он не восстановился, ему дают, платят деньги и еще и оплачивают его обучение другой профессии, потому что он потерял... Это нормальная система, это здесь такая, это везде такая система. Это здесь у вас там такая система, у нас такая. А у нас такая, если мы сами не будем вообще беспокоиться, как бы, в данном случае... до сих пор тоже нет такого, да? Ну, это бумаги есть, но на самом деле этого нет. Вот что... Так, так, да? То есть, все-таки этого нет, да? Потому что, все-таки, это очень такой серьезный вариант. Конечно, его подлечат, конечно, но если он потерял работу, потерял возможность работать... Вот тогда, да. Вот что тогда? Вот, ну, получилось, что теперь? У нас гораздо более жесткие правила. Но они честные тоже. Никто же не обещает и потом не исполняет. Люди знают, на что они идут. Не, ну, это да. Но здесь надо брать уже любую профессию, не обязательно именно такую, то, что касается творчества цирка, брать музыкантов тоже. Они могут мотаться где угодно, он может не на сцене, а по дороге, не дай бог, что случилось, то же самое может быть. Это было вне работы. И что тогда? То же самое, получается, сам себе удобно. Если ты вне работы это делаешь, попадаешь, то это твоя ответственность. Если ты во время работы это сделал, то это все равно твоя ответственность. Потому что, как бы, к сожалению, наш уровень социальный не дошел до того, что за границей. На Западе, да. Это одна из причин, почему артисты все стараются работать, уезжать. На Западе. Потому что здесь они рождаются, здесь они формируются, здесь они выступают. Никто не хочет уезжать. Никто бы и не уезжал из России, если бы... Согласен, согласен. Страна сумасшедшая же. Сумасшедшая же. Но, к сожалению, вот так. Сейчас вот так. Понятно. Понятно. Секрет до 100 лет. Как вы думаете? Человек хочет дожить до 100 лет. Вообще, по статистике, человек может дожить до 120 лет. По статистике, любой человек, не в зависимости от того, в какой стране он родился. Этого не получается даже до 100 лет. В чем причина? Не будем брать сегодняшний день 20 лет назад, 40 лет назад, 100 лет назад, 200 лет назад. не получается. Почему не получается? Сами себя гробим. Не важно, от чего. Дожди, снега, войны какие-то идут, питание. Но не важно, что происходит. Не получается дожить до 120 лет. И даже до 100 не получается. Я думаю, прежде всего, это воспитание. А, воспитание все-таки. В культуре жизни в мире со своим телом. Или мы свое тело ублажаем, что вредно. Или насилуем, как в цирке. Это тоже вредно. Или то и другое вместе взятые. Еще и курят. Золотой серединки нету, да? Мы хотим от своего тела, через свое тело получать удовольствие. А удовольствие, как правило, не всегда полезное. Конечно. Конечно. То есть наши пороки укорачивают нашу жизнь. Я считаю, что это так. Спасибо огромное. Выражение, если человек живет, надо все попробовать в жизни. Как вы к этому относитесь? Насколько это так? Ну, во-первых, всего не попробуешь. Ну, я имею в виду то, что по пути встречается. Это я имею в виду. Ну, это тоже порочно. Окей. Такой вопрос. Знать путь и идти по нему. Для вас это одно и то же или нет? Нет. Нет. Нет, потому что если человек знает путь, он его уже прошел. А наш путь как бы он заключается в том, что мы постоянно с каждым шагом открываем новый путь, новое направление. И каждый шаг новое направление. Спасибо. Был такой писатель интересный Эрнст Хемингуэй. Он когда-то такую цитату сказал. Для того, чтобы понимать людей, которые окружают тебя вокруг, иногда надо напиваться и хорошенько. Даже не обязательно с ними. Насколько в этом плане согласитесь с ним или не согласитесь? Ну, я как раз буквально годы нет, как я был в баре, где он накидывался. Вот. Жонглировал, да? На Кубе были, да. И по местам его славы проехались. Так. Ну, так же, как он проезжал с ним? И так тоже пробовали, но людей не понимали все равно. Да вы что? А он все-таки при этом еще что-то писал, да? Да, он писал. Он вообще молодец, талантливый человек. Хорошо. Такой вопрос. Когда человек видит кошку на дороге, то есть вы идете по дороге и кошка пошла и вдруг она остановилась и пошла в обратную сторону. А вы пошли дальше. Как вы думаете, что вы по этому поводу скажете? То есть, когда кошка перебегает дорогу, у человека это всякие нюансы. Верю, не верю, там сплюнуть три раза, вернуться. А если кошка вернулась, что в этом плане может означать? Она просто передумала. Испортить настроение, да? Она просто решила, ну и потом, что значит перешла дорогу? В других местах кошка, переходящая дорогу к удаче. Да, 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 кстати. Это опять же точка зрения, да. Поэтому? Насколько верите вы в ваш внутренний голос и чутье? Это одно и то же или не совсем? Ну, примерно одно и то же. Я верю. Я верю. Я не знаю, кто сказал, может быть, даже вы поправьте, так ли это или не так. Цирк – это не кино, дублей не бывает. Ну, это так и есть. Я не знаю, кто где-то у тебя случайно эта фраза у меня как-то вот закинулась, она, но кто это, я не успел просто раскопать, кто это сказал, но это так и есть. Ну, это так и есть. Артист, выступая на манеже, исполняет все только один раз. Кино на съемках каскадеры, могут делать и актеры, могут снимать несколько дублей и потом выбирать лучшие, но... Но у вас было бы желание, если вас пригласили сниматься в каких-то сериалах, именно все, что касается цирков, кино именно? Вот именно дубляжи, дубляжи, было бы вам интересно или вы все-таки от этого отказались из одного и того же повторения? Мне было бы интересно, конечно, сниматься, а еще больше, и тесно, если бы снимались мои студенты. Ну, сейчас, да, сейчас, да, конечно. На самом деле, я заметил такую вещь, что мы с возрастом становимся только хуже. Почему? Нет, так и есть. Если честно, вот честно смотреть на себя и вспоминать, какой ты был, и смотреть на молодежь, которая тебя окружает, то вот мы родились, да, сначала мы выросли до определенного уровня, а потом мы начинаем деградировать. есть такое. У нас появляется больше опыта, у нас появляется больше мудрости какой-то, да, больше, может быть, каких-то жизней, житейских знаний, но вообще, по большому счету, мы деградируем. Наверное, Почему что? Наверное, все время, поэтому всегда говорят, уважайте старших, молодежь. Ну, есть такое. Да, если еще и молодежь еще не будет нас уважать, которые мы и так деградируем, молодежь не будет уважать, то я не знаю. Да, да, согласен. Велен, хотим мы этого или не хотим, но час пролетает со скоростью света, и последний вам вопрос. Какой успех может вам сегодня вскружить до сумасшествия голову? мне не можно. Все, я понимаю, что вы человек, который пролетел нашу планету миллион раз справа налево, слева направо, вверх и вниз, но все-таки есть что такое, вот тот бриллиант, который может кольнуть, скажет, вот это да. Мои дети, мои ученики, мне это важно, мне важен их успех. по своему успеху, у меня нет его стремления достичь успеха лично моего. Лично мой успех, это успех моих учеников. Но это тоже важно, это тоже цель определенная, очень сильная, которой вы стоите. То есть за вами стоят, или наоборот впереди вас стоят, за то, что вы двумя руками. Успех, я бы назвал успехом, если бы у меня появилась возможность, не считая деньги, не беспокоясь о финансовом достатке все силы пустить на творчество. Чтоб я мог делать то, что я считаю нужным, и чтоб мне за это ничего не было. Вот это мне хотелось бы. Ну, говорят, великолепные времена быстро очень настанут. Есть такой анекдот, президента спросили, долго ли ждать ли еще счастья? Президент подумал, говорит, ну, если ждать, то долго, надо идти полно вперед. И поэтому на этой ноте я заканчиваю. Огромное спасибо, что вы выбрали на время. Час пролетел со скоростью света. Огромнейшая благодарность. Удачи, удачи вам, вашему семейству, вашим ребятам. Ждем полеты журавлей. Скоро будут. Сейчас как закончится эта пандемия, сразу полетим. Все, договорились. Летите без посадок с дозаправкой в воздухе. Удачи всем ребятам. Благодарность наша. Всего хорошего. До свидания.